Всем привет! За животными, пожалуй, можно наблюдать вечно. Главное, с расстояния, если речь идет о хищниках. Но даже самые опасные обитатели дикой природы порой ведут себя несуразно, забавно и глупо, так что нам приходится только догадываться о причинах столь эксцентричных поступков. Сегодня мы покажем тебе странные привычки разных экзотических и не очень зверей. А еще объясним, с чем они связаны. Поверь, на уроках биологии о таком точно не рассказывали. Кстати, если ты впервые попал на наш канал, то не забудь нажать на кнопку «Подписаться», так ты точно не упустишь из виду новые познавательные ролики. Поехали! Панголин Существо на этом ролике легко перепутать с броненосцем, и они действительно близкие родственники, но все-таки не один и тот же вид. Панголины распространены в Азии, где, увы, часто становятся объектом контрабанды. Причина – в их роскошной броне. Да, даже в 2020 году многие люди искренне считают перемолотую смесь из чешуек панголина лучшим лекарством от рака и астмы. Кстати, мясо панголина тоже считается деликатесом во многих восточных странах. Но это мы так немного отвлеклись. Посмотри на этого зверька. Что он творит? На первый взгляд его поведение лишено какой-либо логики. Но на самом деле объяснить его очень просто. Панголины – искусные копатели. Их крепкие когти и мощные лапы способны раскапывать огромные норы глубиной до 7 метров и больше. А еще ломать гигантские муравейники и термитники. Видимо, животное на видео оказалось в неволе, и поэтому тщетно пытается раскопать себе убежище в бетонной стене. Да, теперь ролик уже не кажется таким забавным, правда? Жираф. Перед тобой самые высокие наземные животные планеты. Длина только его шеи составляет около 2 метров. Питается этот зверь, откусывая зелень скрон деревьев и других растений. А ты задумывался когда-нибудь, как при таком росте жирафу удается пить воду? Оказывается, для этого ему приходится выполнять необычное упражнение, которое вполне могло бы стать частью какой-нибудь популярной фитнес-программы. Но это еще не все. Самый интересный от глаз человека на самом деле скрыто. Если подумать логически, то столь долгое нахождение с опущенной головой должно провоцировать повышение кровяного давления и вызывать для организма животного не самые приятные последствия, вплоть до смерти. Но природа и это продумала. Сердце жирафа гораздо мощнее человеческого. Оно пропускает около 60 литров крови в минуту и в среднем весит аж 12 килограммов. Кроме того, сама его кровь значительно гуще нашей. А еще в сосудах шеи жирафа есть специальные умные клапаны, которые спасают его от перегрузок. С этим разобрались. Теперь зададим себе главный вопрос. Как именно вода поднимается по горлу и попадает в желудок животного? Раньше считалось, что разгадка в способности зверя создавать в пищеводе так называемую область низкого давления. Все немного не так. На самом деле во рту жирафа есть особый механизм, чем-то напоминающий насос. Он удерживает в пищеводе до 5 литров воды за раз. А в нужные моменты зверь просто чуть приподнимает голову и проталкивает жидкость дальше. Вот такая занимательная физика. Пеликан Сегодня в интернете так много информации, что проверять все подряд просто нет времени. Поэтому зачастую мы видим в ленте новостей какой-то шокирующий факт и слепо доверяем его источнику. Более того, после даже делимся находкой с друзьями, расширяя этот круг дезинформации. Вот тебе отличный пример. Один парень написал в Твиттере, что недавно сделал невероятное открытие. Дело в том, что пеликаны, по его словам, обладают странным и весьма пугающим способом охладиться в жаркий солнечный день. Они якобы открывают клюв и выворачивают наизнанку собственный позвоночник. Посмотри сам. И правда можно поверить? Неудивительно, что так сделали десятки тысяч людей, лайкнувшие Твитт того пользователя. Но ты, конечно, уже понял, что правдой там и не пахло. Ответ очевиден и кроется на поверхности. Таким образом, птицы просто-напросто зевают. На нижней стороне клюва у пеликана расположен гибкий кожаный мешок. Его он использует для ловли рыбы. Логично, что при зевоте эти ткани растягиваются. Но можешь не пугаться. Никакого позвоночника наружу пеликан не высовывает. Хотя согласимся, что это немножко напоминает рождение чужого. Пищуха. Если когда-нибудь будешь гулять по каменистой местности и увидишь вот такой странный островок сена, знай, где-то неподалеку точно живет пищуха. Это такой необычный зверек, обитающий в северном полушарии нашей планеты. Внешне он скорее похож на хомяка или какого-нибудь другого грызуна, но на самом деле является родственником зайца. Пищухи – отличные стратеги. Они не впадают в спячку, зато на зиму запасаются едой впрок. Для этого зверьки кропотливо собирают свежую траву, пока на улице еще относительно тепло и солнечно, ждут ее высыхания и забирают к себе в норку. Только вот незадача. Запасы продовольствия привлекают сородичей, и нередко пищухи начинают бессовестно крать сено друг у друга. В чем смысл такого поведения понять несложно, ведь эти животные все равно живут колониально. Однако можно предположить, что для них это в том числе и необычный способ игры. Нужно же как-то развлекать себе, когда зима близко и настроение не к черту. Змея. В некоторых странах принято говорить, что рожденный ползать летать не может. Поспорить с этим утверждением сложно, однако исключение есть в любом правиле. И даже змеи, которые обычно передвигаются характерными телодвижениями исключительно по земле, могут иногда исполнить акробатические трюки в воздухе, как эти рептилии из индонезийских джунглей, например. Да, этот вид змей действительно умеет летать. Вернее, совершать прыжки, словно на их теле закреплен невидимый парашют. Для этого рептилия сначала доползает до конца ветки и свешивается с нее, затем отталкивается от дерева частью хвоста и… отправляется в свободный полет, избиваясь в процессе, как опытная каскадерша. При этом ее тело становится плоским, благодаря тому, что рептилия расправляет ребра и втягивает живот. Все это, конечно же, для лучшей маневренности в воздухе. Приземляясь на соседнее дерево, змея тут же обвивается вокруг ветки. Чаще всего такие пролеты они совершают, чтобы сократить путь до желанной добычи. Просто представь, сколько времени бы заняла охота, если бы тот же маршрут рептилия проделывала наземным путем. Да и жертвы, скорее всего, уже бы след простыл. Кстати, летающие змеи вырастают достаточно крупными, больше метра в длину, являются ядовитыми. Но не волнуйся, для человека токсическое вещество не опасно, так что смело можешь отправляться в Индонезию и на Шри-Ланку любоваться змеями-акробатами. Паганка Есть идеи, что делают птицы на этом забавном видео. Элегантно спасаются бегством от опасного хищника, торопятся на званный ужин, оттачивают навыки бальных танцев, приобретенные на мастер-классе по скайпу. Ладно, шутки в сторону. Перед вами похожие на уток птицы-паганки. И они, как ни странно, совершают самый обычный брачный ритуал перед началом гнездования. Сначала происходит следующее. Птицы вместе плывут по водоему и полностью копируют каждое движение друг друга. Ну знаешь, прямо как тот самый бесячий одноклассник, который считает своей обязанностью всех передразнивать. После того, как этот этап пройден, паганки синхронно выныривают из воды и бегут прямо по ее поверхности с вытянутыми шеями. Некоторые виды после этого дарят друг другу водоросли, а после идут делать потомство. Короче, в целом, все как у людей. Ящерица Раз уж мы заговорили про бег на воде, человеку, как мы знаем, такого умения пока достичь не удалось. А вот в мире животных скользить по водной глади умеют не только птицы. Вот, к примеру, шлемоносный василиск, вес которого редко превышает полкило. Этот зверек — превосходный пловец, который может подолгу сидеть под водой и преодолевать в ней большие расстояния. А благодаря специальной ткани на пальцах и невероятно высокой скорости ног, ящерицы умеют даже бегать по воде, как настоящие супергерои. Таким способом зверь может пробежать аж до четырех сотен метров. Зрелище обычно поражает не только человека, но и хищников, которые от изумления забывают о своей охоте и просто ошалело наблюдают за эффектным представлением. Коза Готовься! Сейчас мы расскажем тебе нечто такое, после чего твой мир совершенно точно не будет прежним. Возможно, ты когда-нибудь натыкался на ролики, где домашние козы ни с того ни с сего падают на землю, обычно когда кто-то резко пугает их своим появлением. Что это? Попытка прикинуться мертвым? Или эти животные просто, ну, очень впечатлительны? Причина куда более глубокая и удивительная. Выяснилось, что речь о целой породе коз, которые страдают редким генетическим заболеванием – миотоний. Это значит, что при испуге животное мгновенно падает во что-то вроде обморока, его мышцы парализуются на несколько секунд. Именно поэтому козы принимают при этом очень несуразные позы, например, приземляются на спину с вытянутыми в воздух ногами. К счастью, никаких болезненных ощущений, кроме возможных травм от падения, животные не испытывают. И сознание они, кстати, тоже не теряют, а лишь какое-то время не могут двигаться. Хотя это, наверное, даже хуже. Павлиновые креветка-богомол Посмотри на это фантастическое создание всех цветов радуги. Ты вообще знал, что креветки бывают вот такими? Но карнавальный наряд – вовсе не главное ее оружие. Ты будешь удивлен, но именно это морское существо длиной от 3 до 20 сантиметров – обладатель самого мощного в мире удара. Он сопоставим с попаданием пули 22-го калибра. Именно поэтому аквариумы для креветок-богомолов, как правило, делают из бронированного стекла. Сила удара в более чем 2000 раз превышает вес самого создания. Кроме этого, атака еще и невероятно быстрая. Занимает лишь 800 микросекунд. К счастью, свое мощное оружие креветки-богомолы обычно используют исключительно в боях за территорию собственными сородичами. Чаще всего кто-то из противников просто уступает и ритуал с эффектными нокаутами быстро заканчивается без жертв. Народ, не расходимся! Хотите сумасшедших историй из реальной жизни? Никаких серых будней, только экшен, только приключения, погони и сражения, признание в любви и неожиданные предательства. Не верите? Переходите по ссылке и убедитесь сами. Канал анимированных историй «Личный дневник». Все самое сокровенное тут. Не забывайте подписываться!